У нас есть флагманы театрального движения, это, конечно, Сергей Безуков, Нонна Гришаева, но и муниципальные театры в Мытищах и Толкопрудах, Богородске, здесь сейчас в Химках, Орехово-Зуево. Они, залы полны, полны людей, которые приходят, которые ценят это искусство, любят театр. Кто-то любит спорт, кто-то кинотеатр, а есть театралы, и мы уделяем большое значение поддержке развитию вот этих малых театров. Мы, конечно, хотели бы, чтобы наши муниципальные театры, провинциальные, как еще их называют в хорошем смысле этого слова, тоже имели перспективу, тоже могли бы свои постановки показывать в других регионах, в том числе к себе приглашать, для того, чтобы эта конкуренция, обмен опыта обязательно будет. Вот сегодня мы с мастерами, с актерами, режиссерами говорили о важности школьной программы. Уже в школе некоторые проявляют свое творческое начало, и очень важно открыть детские школы, для того, чтобы ребят, кто там заинтересован, уже готовить к взрослой театральной жизни. Конечно, поддержка театру самая важная, самая необходимая, самая важная, да, поддержать творческие коллективы, тем не менее, что в Москве требует того. Существует, конечно, программа «Театр малых городов», да, партийный проект, который поддерживает действительно театры, и в данном случае мылоги и подмосковный театр, Матичинский театр, в том числе, это все поддержка как раз по проекту «Театр малых городов». И это замечательно, прекрасно, но выдвинули идею, допустим, от Матичинского театра, чтобы, допустим, создать свой фестиваль подмосковных театров, да, посмотрим, в данном случае посмотрим, кто их будет организовывать, но тем не менее, все равно такая идея была выявлена. А в следующем году, безусловно, популяризация театра, то есть у нас свой фестиваль «Фабрика Станиславского», наш подмосковный большой фестиваль, в рамках которого действительно, я надеюсь, что мы будем проводить и циклы лекций, для того, чтобы просвещать на самом деле население, и совсем юных, молодых просвещать, что такое театр. Говорит, в частности, еще о том, так как я ректор школы-студии взаимодействия творческих вузов, профессиональных и брендовых, со школьниками, и в том числе со школьниками в Московской области, и тут уже надо будет, конечно, разработать эту дорожную карту, как мы будем с ними взаимодействовать, приходите к ним сюда, с мастер-классами наши ведущие, педагоги, и не только актерского факультета, но и сценографы по костюмам, и просто сценографы, и технологи показывать детям, из чего это сделано, что такое папье-маше, что такое замена исторических костюмов, и из чего это сегодня делается. Допустим, у нас сценографы, они помимо того, что изучают костюмы, они делают там 18, 17, 19 лет из крафта, из бумаги, и вы на расстоянии 20 метров не поймете, что это сделано. Это как пример. Или дети будут, есть вариант, не вариант такой, а есть тоже программа, разработанная нами, что экскурсия выходного дня, что дети приезжают в школу, студию в ХАК, мы знакомы с факультетами, знакомы с Московским художественным театром. Я почему говорю про школу, студию? Это относится к коллегам из других вузов, наверное, если они подключатся к этой программе. И мне кажется, что, а что более замечательного есть? Я оптимист, театр победит мир, понимаете, победит. Ничего более чудесного, чем живое к живому, нет в мире.